Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей в студии Егор Матаев. Переходим к выпуску. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым. Делегация Казахстана работала накануне на Алтае. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Глава региона отметил, что Алтайский край и Казахстан связывают прочное многолетнее сотрудничество. Алтайский участок российско-казахстанской границы более 800 километров. Второй по протяженности после Оренбургского. Такое расположение изначально настраивает на добрососедские взаимоотношения, которые к тому же экономически выгодны для обеих сторон. Республика сегодня в структуре всего внешнеторгового оборота. Сегодня это наш самый главный партнер. Первое место занимает по доле. Это в целом почти 36%. Если все перевести в деньги, одинаково и все посчитать. А если говорить про объем торговли со странами ЕАЭС, то это более 80%. Экспорт Алтайского края в Казахстан сегодня это такая большая наборка самых разных позиций. Почти 20% от общего объема того, что мы поставляем в республику, конечно, это маслячные семена, пшеница, ячмень. Первое место республика в структуре экспорта наших машиностроителей занимает. Алтайское сельхозмашиностроение сегодня это один из лидеров в стране. Из Казахстана на Алтай везут многое. От проката железа и изделия из алюминия до овощей, фруктов и конфет. Активно развиваются гуманитарные связи. Вузы Алтайского края готовят кадры для экономики и социальной сферы республики. Даурен Абаев отметил, что потенциал сотрудничества Казахстана и России не исчерпаем. Взаимодействие с Алтайским краем для республики имеет большое значение. Для северо-восточного макрорегиона Казахстана, безусловно, Алтайский край играет большую роль, большое значение. И у нас, вы правильно отметили, исторически сложилось теплое взаимоотношение не только в плане бизнеса, какой-то промышленной кооперации, товары, ну и в человеческом отношении это самое главное. Тысячи и тысячи, как я всегда говорю, человеческих капилляров в жизни, которые как раз и наша граница нас должна не разъединять, а наша граница должна нас объединять. Виктор Томенко выразил уверенность в том, что с каждым годом все больше будет проводиться совместных мероприятий, а экономические и культурные связи будут укрепляться. 116 лет назад по дорогам Барнаула проехал первый автомобиль. Кто стал его счастливым обладателем и как это было, расскажет Анна Казанцева. 26 мая 1908 года городская дума разрешила Михаилу Морозову ездить на автомобиле. Михаил Морозов был купеческим сыном. Его отец Андрей Григорьевич имел торговые здания сразу на нескольких улицах. Ползунова и соседний Льва Толстого. Помимо Михаила в семье было еще три сына и одна дочь. Надо сказать, что появление первого автомобиля в Барнауле восприняли не очень радостно. Нередки были случаи, когда Михаил Морозов давил уток и кур пугал коней. Но несмотря на это он, как и его отец, занимался общественной жизнью города и даже избирался глаз на городской думы. До сих пор точно нельзя сказать марку автомобиля Морозова. Также неизвестно и то, откуда он привез машину. Исследователи полагают, что это был автомобиль французской, итальянской, немецкой или американской марки. Есть предположение, что первый автомобиль в городе появился не у Морозова. Просто он чаще остальных был на слуху у горожан. Говорят, за год до известного нам заседания городской думы у купца Федулова уже был автомобиль. Он-то и стал первым. До подлинных подтверждений этому нет. Примерно в то же время в Бийске насчитывалось уже около десятка автомобилей, в том числе и грузовых, и четыре мотоцикла. Так почему же 116 лет назад, несмотря на всю опасность, городская дума разрешила Михаилу Морозову ездить на автомобиле? Дело в том, что 13 из 14 членов того заседания решили, что автомобиль экологически более чистый в использовании, чем кони, которые оставляют на дорогах Барнаула отходы. Так, 26 мая 1908 года ценители технического прогресса одержали победу. Анна Казанцева, Роман Хайрулин, новости. К этому часу у меня все. Эфиры телеканала продолжат мои коллеги, а я желаю вам отличного и продуктивного понедельника. До встречи.